Всем привет! Я Ольга Свеблова, директор мультимедиа «Арт-Музея». Можно ли порицать то, что все сегодня хотят самопрезентацию в социальных сетях? Или мы идем к тому, чтобы это дало нам огромную силу, или это погубит способность к мышлению? Я благодарна, что мы все-таки можем работать, и что культура поддерживается в самые трудные времена. Так, поехали. Ольга Львовна, какое счастье, что мы наконец-то у вас здесь, в музее, после реконструкции. Наша программа «Надеюсь» сделает для вас интересным, увлекательным путешествие по выставочным залам музея и откроет вам немножко занавес над закулисьем музея, вот то, что называется музейная кухня, что связано с практикой работы, потому что у нас, как у всех, есть сцена, и есть чудесные выставки, и есть та тяжелая, иногда круглосуточная работа, которая за ней стоит. Мы привыкли к тому, что когда театр, музей закрывается на капитальный ремонт, открыв двери для зрителей, для посетителей, будет что-то новое. Новый принцип отбора спектаклей, выставок, дизайна и так далее, и так далее. Пересматривали ли вы свое отношение к будущим выставкам? Если нет, то останется принцип ли тот же? Слушайте, Давид, вот эти инновации мы давно прошли стахановское движение. Окей, все, забыли. Нет стахановскому движению. В забое надо выполнить норматив, который соответствует производительности труда. Вот его выполнить надо, если он разумный. А перевыполнять его и бежать впереди паровоза не надо. У нас мысли совсем разные. Это иногда фотографии, иногда новые технологии. Мы в 21-м году сделали триумфально биеннале искусства будущего. Первой в мире, и оно было реально международным. Потрясающий успех. И у нас стояли проекты не только российских, но и зарубежных художников. Мы продлили это у нас. Закрытие планировалось 4 апреля, мы продлили до 22 мая у нас все стояли. И мы слышим время, и понимаем возможности, и думаем, когда делаем выставки. И думаем, что мы их делаем разумно. У нас в этом году еще очень тяжелое лето, и мы сохраняем высокую посещаемость. Потому что у нас мая холода, потому что июнь, июль – это жара, потому что потом дожди. Летняя посещаемость во всех музеях – это проблема. У нас, к счастью, ходят люди. У нас тут гениальные образовательные курсы и прекрасное кино. У нас продаются лекции супер сейлом. Мы подставляем вот как бы стулья. Это длинные совершенно лекции на тему моды и стиля фотографий. И у нас стоит коллекция стил-арт фонда. Это шедевры мировой фотографии моды и стиля. Мировой – это классика, это Ньютон, это Мэпплторп, это Авидон, это Линдберг, это Кляйн, это Сарамон, это Энни Лейбовиц и многие другие. Многих из этих актеров мы показывали. Иногда мы показывали один проект, как великий. Блюменфельд, который вообще революционер современного искусства и его влияние на мировое современное искусство, кино и вообще на все его трудно переоценить. И Бурдена мы показывали дважды. Кляйна мы показывали восемь раз. Линдерга, Сейм, Сарумун, 12 – это каждый раз разные проекты. Мэпплторпа вместе с гравюрами 17 века итальянскими из Эрмитажа мы показывали здесь, мы показывали в Эрмитаже. Но когда они стоят все вместе сегодня, это али-парад классических имиджей, потому что у любого художника есть работа, по которой мы его узнаем. У фотографа то же самое. Фотографы делают десятки, сотни, тысяч негативов сегодня. С цифрой это вообще нельзя пересчитать. Потом время отбирают. Мы узнаем авторов по 7 плюс-минус 2 имиджам. У нас стоит классика из классики «The best of the best» – это, конечно, надо убить. И это выставка, устроенная по типу «Дефиле», для того, чтобы увидеть, как эти классики взаимодействовали друг с другом. Потому что мы показываем развитие этого направления. Направление моды и стиль фотографии оформляется с начала 20 века, когда великий конденаст – это человек, издательский дом. Это издательский дом, который мы сегодня знаем по имени человека, который когда-то в начале 20 века выкупил глянцевый журнал. Этих журналов было много, журналы такие нужны, полезны. Сегодня просто уходят, но интернет остается. Люди должны понимать, как себя вести в разных обстоятельствах. Вот официальный прием, вот работа, вот как бы пикник и так далее. Но у них не было фотографий. И, конечно, у них была мода. Но сначала рисованная, да, просто выточки-складочки как-то, выкрытия. А он первый в 1913 году приглашает фотографа. Это фотограф Барона Демайера. И по иронии судьбы именно Барона Демайера я показывала в 95-м году в кафе-театру, это гостиница «Метрополь», где меня попросили сделать презентацию первого футбина ли я. У меня был план. И я не была уверена, что я готова это делать. Потому что я очень хорошо понимала, что если ты начнешь, то цена очень простая. Это жизнь. То есть у тебя нет жизни. У тебя нет свободного времени, у тебя нет субботы, у тебя нет воскресенья. Это 12-14, иногда 16 часов, а иногда 24 часа работы в день. Но это так всем понравилось, что пресса написала. Судя по презентации, Биеннале будет. А после Биеннале надо было делать музей, потому что мы же в ответе за всех, кого мы приручили. Вот так это все родилось. Эти ручки, ручками работаю над выставками, их же сложить надо. Это самое вкусное. Это то, почему ты готовишься к канализации, вентиляцию чинить. Потому что ты выходишь ночью, начинаешь собирать выставку. Ты ее задумал, ты ее даже разрисовал. Она все равно никогда так, как ты задумал, сто процентов не ложится на стену. Работа начинает жить в пространстве. Ты понимаешь, 15 сантиметров направо, полметра выше, налево. И вот они нашли свое взаимодействие. Они начинают разговаривать. Это как произведение сказки Андерсона. Вот помните, в сказке Андерсона заговорили кастрюльки, сковородки, там блюд, тарелки. И начинают разговаривать. Ты ходишь, смотришь. Я люблю монтироваться ночью, потому что это тишина. И ты слышишь, ты думаешь, а вот если зритель вот отсюда подойдет, если он подойдет с другой стороны, у нас каждый зал два схода, и можно идти любым путем. И каждый раз зритель должен увидеть какое-то очень важное сопоставление зрительных произведений, чтобы они по-разному говорили. Мы видим то, что знаем. И мы знаем то, что видим. И наша задача поставить флажки, дать зрителям свободу, но направить их в восприятие. Потому что все-таки все, что делает музей, это для зрителя. Ты все планируешь в музее заранее, за много лет. А потом ты меняешь программу. Потому что время, оно дает разные сигналы, оно звучит по-разному. Вот этот шелест времени, этот гул времени, его надо слышать. Понимаете, летом нужны одни выставки, а зимой в морозы другие. Но время много диктует. Ты должен услышать, а что ждут люди. Это нужно что-то такое показать, чтобы это опережало их ожидания. Чтобы оно упало вот в систему понимания. Это называется зона ближайшего развития психологии. Это очень важно. Но то, что мы сегодня показываем эту уникальную коллекцию фонда Стиллард, это радость. И в ближайшее время нам подобное счастье не грозит, исходя из просто тех условий, в которых мы сегодня живем. Под возможность увидеть великих авторов. Еще посмотреть, как с конца 30-х годов до начала 21-го века этот жанр развивается. А он развивался в сильнейшей, сложнейшей и азартной конкуренции разных издательских домов. И бились за фотографов. Фотографы, в конце концов, из моделей делали супермодели. Супермодели, ну, какое-то время жизни у модели, как у бабочки, как у мотылька. А супермодели, это вот как Наташа Водянова, она десятилетиями нужна, востребована. И потом продолжается что-то полезное делать всему миру. И нам, конечно, известна ее благотворительная деятельность. Но зажигая эти звезды моделей, фотографы становились звездами. И надо понимать, что журналы в этот момент выступали как музеи, как галереи. И давали невероятные возможности фотографам. И технические, и, пардон, бюджетные. Они давали полную свободу самовыражению художнику. А тиражи были, вот, 4, 5, 6 миллионов экземпляров. Вы понимаете, художника, который имел бы в этот момент через музеи и галереи такой выход к людям. Нет. И действительно, индустрия прессы глянцевой формировала наше представление о красоте. Сегодня журналы глянцевые, как и печатная пресса, они постепенно уходят в прошлое. Но зато развивается соцсеть. У соцсети другая эстетика. Это дико интересный процесс. В соцсетях мы сегодня меняем образ самопрезентации. Это селфи, это бесконечные съемки друзей, близких. То есть мы начинаем по-другому видеть. Человек, сами себя. Это не могут не учитывать современные фотографы моды и стиля. Стиль это все. Как Шанель говорила, как бы, можно быть модным, можно не быть модным. Но вот элегантность, это навсегда. Мода меняется, элегантность, это навсегда. И мы недавно совсем, вот только что открыли выставку молодого фотографа Алексея Тунаева, победителя конкурса фонда «Стиларт». Это третий лауреат. С Питером Брейгелем Старшим, это мой любимый художник. Он как бы видит все, вот у него такая перспектива сверху. Обычно бывает прямая, это когда мы как в Сречкурской галерее, в классической живописи видим первый план, второй, там задний и так далее. Есть обратная перспектива, это русская иконопись. Питер Брейгелем Старший видел все с неба. Каждого из нас, поражение каждого лица, сны наши видел. И у Питера Брейгелем есть серия, он иллюстрировал пословицы про глупость. Прошли века, и в разных языках до сих пор пословицы про глупость живы. Буллин сделал роскошные и стилистические, роскошные съемки, которые показывают, почему эти пословицы живы. А насколько правдиво сегодняшнее современное искусство? Я сегодня, выходя в социальную сеть, вот через одну фотографию, где будут видны популяризированные эротические моменты в человеке, через спорт, через природу, через море, будут популяризироваться гордыня и алчность. Это через богатство и так далее. И после пятой вот этой вот фотографии, мне хочется закрыть и никогда больше не... А вы зачем туда ходите? Вот я не трачу время. Да, дети растут в социальных сетях, это сложно, это вызов, это проблемы. И я читаю научные исследования, к сожалению, да, или к счастью, вот это время покажут. Они там живут. Да, они видят там это. Ну и что? А вы вообще, вы понимаете, что мы обратимся к великой русской литературе? Вот Толстой, вот Чехов. Вы понимаете, какое количество книг издавалось в это время, и какое количество всего печаталось в литературных, художественных журналах того? И могу вам сказать, это мусор был такой, и он, между прочим, да, был так же однотепен и так далее. И это было во все времена, выделить талантливый от неталантливого. Вы знаете, есть много званых, но очень мало избранных. Это было во все времена, это есть и это будет. И не надо расстраиваться, во-первых, ходить не надо куда, не надо. Ну, пришли в музей, хорошо, вы же не были до съемки в музее. Не надо мне рассказывать. Да, как бы, конечно. Ну, молодец, а съемочная группа была? Был. Ну, потому что вам по работе хотелось, и вы хотя бы к нам пришли. Вы молодцы, некоторые не пришли. Но могло вам сказать, что я вот очень занятый человек. И я хожу в Пушкинский музей за последние ноты, сдавая этот жуткий ремонт, занимаясь инсталляциями новых проектов. Вот мы открылись в середине апреля. Я в Пушкинском музее с этого времени была пять раз. А мне пишут юные сотрудники, пардон, некоторых сервисов, что они сейчас работают в Пушкинском музее и хотят прийти к нам работать. Я говорю, вот, я по досье вижу, два года назад закончили магистратуру. У вас тема, какая была работа? Говорят, ну, это было давно, я не помню. Супер, два года, а я помню. Потому что у меня клиническая, плохая память. И нет памяти, но у меня есть ответственность. И мне просто приходится думать все время. Я помню любую курсовую работу, уж я не говорю диплом или диссертацию, я любой просто релиз, который я пишу, помню. И мы с трудом вспомнили, что там было. Я говорю, ну, хорошо, вот мы открылись после ремонта, вы были в музее? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Некогда. Я говорю, смотрите, мне директору, работающему 14-16 часов иногда, иногда сутки в день. Есть когда дойти и посмотреть, порадоваться? Прекрасным выставкам моих коллег у тебя. Всем советую идти, например, на выставку «Подруги», посвященную юбилею, да, там, великой амазонки русского авангарда Варвары Степановой. Ну, замечательная выставка, просто. Мне есть когда ей некогда. Вот что вы хотите? Ну вот, и ничего нельзя сделать. Люди разные, и неплохие, и нехорошие. Они разные. Мне первый муж, замечательный поэт Алексей Парщиков, говорил, не читай плохих книг, то запомнишь. Я вам говорю, не ходите куда не надо, не смотрите то, что надо, а то запомните. Все, что я могу сказать. Умные мамы читают детям сказки, а мамы, которые заняты, они дают детям айфон. И они там скринят. Я ничего против не имею, мультиков. Ну, они там разные видят. И вырастают по-разному. У них нейронные сети по-разному строятся. Когда я вообще начала заниматься проблемой, вообще-то проблемой, которую искусство по-своему рефлексирует, что ж такое, да, онлайн, куда мы вышли, и который дал нам столько вообще возможностей. Вы понимаете, что нам дают окно госуслуги или мосуслуги. Мы экономим месяцы, годы нашей жизни. И вместо того, чтобы стоять в очереди, там, да, легко решаем кучу вопросов, которые связаны с взаимодействием человека и государства. Там, там, налоги платятся и так далее. И могу вам сказать, что это не везде. То есть нет проблем сегодня связаться с любой точкой мира и получить любую информацию. Это плюс-плюс. Минусы есть. 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 Очевидно. Потому что в формате Твиттера удобно говорить Трампу. А мне нет. И дети нас учат. А мы тут как бы... Ой, они книжки не читают, которые мы читали. Не читают. Они другие читают. И мы должны у них учиться. Мы быть с ним в таком диалоге, чтобы мы что-то им могли передать, не навязывая. Культуру и искусство нельзя навязать. Я детям не так много рассказываю о музее. Я их спрашиваю. Они невероятно открываются. У нас была сложнейшая войска, луч фонтана. Классик итальянского и мирового современного искусства. У него такие прорези на холстах и дыры такие пробоины. Это про него трудно искусствоведом говорить. Он известен во всем мире. Войску я делала много лет. Он дико дорогой. Надо было, во-первых, это все организовать. Слушайте, 12 итальянских уев, там в половине никто тебе не отвечает ни по-французски, ни по-английски. У них все время съезда. Фонд фонтана. Плюс 8 частных коллекционеров. Мы свозили работать со всего мира. То есть логистически это было трудно. Транспорт, страховка, все это стоило, ну, лучше фонтаны стоят миллионы, миллионы. И, у, е. Это было очень сложно. Почему я это делала? Потому что тогда, в 19-м году, мы ее закончили, как раз ковид начался. Причем ВОЗ еще не объявил чрезвычайную ситуацию. А я объявила, потому что я по телевизору видела, что в Венеции эпидемия. И поэтому, когда мои итальянские коллеги приехали демонтировать войску, у нас в музее было все. Маски, дезинфицирующие средства. Я понимала, что это эпидемия. Ну, ее объявили там через несколько недель. И вот эти дыры и прорези луча фонтана для любого художника, холста, это, ну, это сакральная поверхность. Луч фонтана был захвачен идеей космоса, космического пространства. Он даже делал специальные работы, когда, ну, Гагарин полетел. Но это было больше, это была более всеобъемлющая метафора. Быстро луч фонтана была важна. И вот когда туда приходили маленькие дети, и они вот от 4 до 9 лет, они тебе просто рассказывали, глядя на керамические распятия луча фонтана, и тебе открывали то, что ты сам бы никогда не придумал. Я потом шла и делилась с искусствоведами, с критиками, с нашей командой, которая водила экскурсии. Я говорю, а это что за глупость, что вы переписали? Это, говорит, итальянский профессор написал. Так вот наши дети умнее были, чем то, что они повторили. Я говорю, не все, надо повторять, надо думать. Детей надо слушать. Ты начинаешь рассказывать, луч фонтана родился в Аргентине, итальянского происхождения. Мы что, не понимаем ни про Аргентину, ни про его происхождения. Так что ты видишь? И вот этот момент истин. Потому что если ты слышишь ребенка, он тебе столько расскажет. Кстати, ну не водят нам школы, и детские сады детей. Нам приходится вот так прямо, конкретно с учителями, с директорами школы работать. А между тем, много лет назад уже я просил у Сергея Семеновича Собянина, мэра Москвы, чтобы облегчить школам доступ к музеям. Не к нашему, а вообще. Это по новым правилам. Если дети едут в общественном транспорте, там типа на 4-6 детей должно быть 2 взрослых. Ну, представьте себе, выезд из школы становится нереальным. Понимаете, это просто нереально. Где же столько взрослых набрать? И Сергей Семенович что-то сделал. И это великая инициатива, и она работает. Каждая школа, каждое учреждение, детское, образовательное, воспитательное, может обратиться в департамент транспорта города Москвы и заказать автобус. А в автобусе нужен 1-2 взрослых. На целый автобус детей. И они могут поехать в разные музеи. Но есть музеи, куда регулярно, экскурсионно, школы возят детей. Я ужасно рада. Это и Дарвинский музей. Мой вот любимый. Правда. У меня ребенок там рос. И я сама обожаю. У меня три курса биофаг. Я люблю природу. И он просто классно работает. Люди едут в музей космонавтики. Ну там, музей Бродинской битвы. Они проходят все-таки Бродинот. Надо читать, надо как-то ее представить. К нам не возят. Ну, потому что учителя, наверное, плохо знают. И это ужасно обидно. Потому что ребенок должен попасть в музей совсем маленьким. Мы учим ребенка быть личностью. А для этого надо его слушать. И у нас на это нет ни сил, ни времени. И тогда они уходят там, где проще. Они уходят вот в этот самый девайс. И сами начинают повторять то, что у их одноклассников пользуются лайками. А вспомните, когда вы были маленьким, это же какая проблема друга или подругу найти. В каком смысле? Ну, потому что мы зависим. Как для нас важны наши друзья. Это огромная проблема. Для огромного количества детей мы хотим иметь друзей. Мы вообще говоря хотим, чтобы нас еще и родители иногда выслушали. Я помню, у меня родители всегда работали. И мы многого не можем изменить. А что-то можем. Что-то в наших руках. И музеи, книги. Это островки культуры. И очень важно детей привезти туда в сензитивном возрасте. И могу вам сказать, что огромное количество младых родителей ко мне водят дети. Они говорят, мама, пошли в Лего-музей. У нас Лего внизу. Просто Лего-зона. У меня никогда в жизни не было. Партнера Лего. Я еще доставала с большим трудом вот эти кубики. Дети зовут. А кто играет в Лего? Взрослые. Взрослые сидят, играют. А дети в этот момент находят себе кучу других. Во-первых, с ними занимаются. Во-вторых, им нравится ходить по выставкам. Хотелось бы, чтобы этих детей было больше. Хотелось бы, чтобы они, как в крупных музеях, на ранцах сидели бы на полу. И рисовали что-то. Поэтому мы стараемся, чтобы дети к нам пришли. Дети говорят, идем, в музее где капля. Каплят нашли. Они радуются капля, а потом скачут, смотрят, снимают. А вот это вот плохой инстинкт. Они все снимают. Это я так сейчас хожу в музей, чтобы запомнить. А потом ты обнаруживаешь, ты все снимал, ничего не помнишь. А ты все снимаешь, снимаешь, снимаешь. Снимать сегодня в музеях можно везти. Все перестали эту камеру перечеркнутую ставить. Потому что нельзя контролировать. Раньше можно было контролировать, кто пришел с фотоаппаратами, а можно было писать, не фотографировать. А сегодня мы все снимаем. Чем больше мы снимаем, тем меньше мы помним. Ой, вот сколько телефонов помнили 20 лет назад наизусть. А я вот 20 лет назад в своей плохой памяти помнила, ну, 15 телефонов я точно помнила. А сегодня один из своих трех. Один. Кто он сегодняшний посетитель? Это гость столицы? Это москвич? Это молодое поколение? Или поколение, которое уже может позволить себе искусство? Больше читать, меньше работать? Кто сегодняшний посетитель музея? И чем он качественно отличается от того, кто был 10 или 15 лет назад? Вот мы живем в городе, в котором все время и все время говоришь, что ты приезжаешь в Москву, пусть только ты полмера объехала, каждый раз радуешься. Чисто, светло. И огромное количество культуры для очень разной целевой аудитории. И музеи, если мы говорим о музеях, они тоже очень разные. Ну, я не говорю, что у нас есть федеральные, они под руководством. Ну, как бы их учредители Министерства культуры, есть городские, например. Это, как мы, это учредитель город, есть муниципальные, есть частные, все формы собственности. Самое главное, что музеи очень по-разному специализированы. Есть литературные музеи, есть музеи исторические. Я обожаю исторические музеи, я туда до сих пор регулярно хожу. Есть музеи, в которых зритель, это зрители старшего возраста, и, пардон, это Кеатрие Машет, это четвертый возраст по-французски. И это люди, и то, что пенсионеры могут пойти, им отзываются, и то, что это их прошлое, и они могут тогда в этот момент переживать радостные моменты, общаться друг с другом. Искусство открывается нам как символический объект, только тогда, когда мы вступаем с ним в диалог. Это диалог каждого из нас с искусством. И опять-таки есть выражение, смотрят, книгу видят, я не буду говорить, что можно увидеть, по-разному смотря книгу. Один фигу видит, другой небо в алмазах. Это зависит от нашей способности читать, от нашей готовности услышать, да, это зависит от того, что у нас есть внутри. Вот этот опыт, который у нас спрессован, он поднимается из бессознательного, с которым нам не всегда легко коммуницировать, потому что в общем и целом мы все время занятые, мы куда-то бежим, мы что-то должны. У нас куча дел. Вот этот мир дольний. Мы постоянно по таймингу куда-то бежим. В музее ты останавливаешься. У каждого выступает разный опыт. И это возможность поговорить с самим собой, уникальное. произведение приглашает к этому диалогу. Но произведение искусства это возможность поговорить с близкими, с друзьями, найти новых друзей. Потому что даже элементарная реакция нравится, не нравится, это начало коммуникации. Вот все потребности насыщаемые. Люди строят дом, но нельзя построить миллион домов. Это сближает семью. Люди растят детей, а дети вырастают. И взрослые остаются один на один. И разговаривать надо и утром, и в обед, а за ужином. Искусство, оно нас ведет, оно нас развивает. Ты начинаешь с одного, потом идешь в другое, в музей, потом в третий музей. Искусство это не насыщаемая потребность. И это прекрасно. Она объединяет. Она объединяет людей, она объединяет семью. И очень полезная для здоровья. И просто для жизни. Да. Я даже не говорю хобби, потому что это просто часть жизнедеятельности. В конце концов, искусство учит нас относиться к своей жизни, как к искусству. Не наплевательски. Вот я сегодня чего-то потребляю, выделяю, бегу дальше. Нет. Потому что жизнь — это искусство. Жизнь каждого из нас. И вначале, ну, как бы вообще, если у тебя жизнь без смыслов, это жалко. И искусство позволяет строить эти смыслы. Но они же у людей разные, и музеи разные. Музей транспорта, музей космоса, мой обожаемый Дарвинский музей, музей МАМ, наш музей, мультимедиа, где совершенно неожиданные вещи, которые людей не ждут. Третьяковская галерея, пушкинский музей, они же разные, как описать зрителя. В пушкинском один зритель, в Третьяковке другой, а у меня совсем другой. Я могу описать нашего, потому что мы все время ведем социологию, мы наблюдаем, мы понимаем, с кем мы коммуницируем. Наш зритель уникальный, и он, конечно, изменился. Если мы берем, 28 лет назад, когда мы начинали деятельность, он кардинально изменился. Я даже знаю, куда наш зритель перекочевал сегодня. Тот еще, который постарел, не знаю, куда он перекочевал. У нас больше 90% зависит от проектов, но вот на искусство будет еще больше 92%. Это была аудитория 18-35. Это молодой зритель. Молодой, активный, живой. Потому что у меня есть два комплимента, когда мне кто-то очень нравится. Я говорю, живой, нормальный. Все, все остальное не важно. И наш зритель живой, нормальный. У них разная подготовка. Кто-то ходит в музей регулярно, кто-то ходит в музей от случая к случаю. А кто-то первый раз пришел. Вот когда к нам пошли подростки 14-16 лет, и это прежде всего случилось, когда мы открыли выставку постковидную тень души, но заострение. Чуть очень сложную. Я безумно боялась, что мы вообще потеряем посещаемость. А мы получили какую-то невероятную посещаемость. Это были подростки 14-16 лет. У них пубертет. Они вообще никуда не ходят. Если мы говорим о культуре ни с учителем, ни с родителями, у них просто другие задачи. Надо этот сложный период развития пережить. И мы дико рануемся, когда видим, как зрители молодеют. Вот эти вот подростки приходят, они на первом этаже, они еще напряженные. Мы понимаем, что они первый раз к нам пришли, может, вообще первый раз в музей пришли. К нам идет уже молодежь. Это не только наши социальные сети. Это прежде всего сарафанное радио. Вот оно работает. Вот нельзя зрителя обмануть. И нельзя говорить, что мы такую умную выставку сделали, что ее люди не поняли. Так нельзя. Если ты хочешь сказать что-то важное, скажи на языке, на котором ты будешь релевантен твоей целевой аудитории. И мы очень ценим эту молодежную аудиторию. И мы ее формировали 28 лет. Она не сразу пришла. Вообще-то, когда я музей задумывала, у меня в принципе была первая задача сделать, создать музейную аудиторию. Потому что у нас были классные выставки в конце 80-х годов при Рчевце ДХ благодаря замечательному художнику и председателю совета художников Таиру Салаху. У нас в 88-м году была ретроспектива Франсиса Бэкона. У нас был гениальный юкер, благодаря которому мой сын стал художником. Сегодня моему ребенку было 5 лет. А у юкера гениальные произведения с гвоздями загнутыми. Это магия. Это работа с формой. Там все просто живет. Вообще не понимаешь. Это какие-то облака. Ребенок у дедушки, у меня там дедушка забрал его на дачу, он сказал, дай мне блаток и позди, я вот тоже хочу, как юкер. Вот в каком возрасте дети должны ходить на войску. 4-5 лет пришел возразился. Взрослого трудно уже в искусство погрузить. Фотография более простой вход для любого зрителя в искусство. Ну, это вход. И вот когда на фотографии мы создали зрителя, мы вырастили, и я понимала, что мы первую задачу решили вот на тот момент, 2001 год, мы сменили название «Мультимедийный комплекс актуальных искусств». Это же произнести сегодня нельзя, это же сложное, но новое название. Мы тогда открыли школу ручек, фотографии мультимедия, и мы разделили две активности, одну связанную с фотографией, где мы все продолжаем, мы ничего не теряем. Это у меня книжка любимая. маленький принц и фраза любимая. Мы в ответе за всех, кого мы приручили. Мы в ответе за зрителя, мы в ответе за художников, и мы в ответе за будущее, потому что от нас каждый раз ждут чего-то нового, неожиданного, и тому, что упадет в ожидание людей. Конечно, люди за два с половиной года последних стали больше обращаться культуре. Это не только наш музей. Мы свой рост фиксируем, но и другие музеи его видят, потому что культура нужна. Искусство в сложной ситуации, а мы живем в сложное время, оно нужно особенно. И у тебя есть ответственность, конечно. Когда ты думаешь о том, что ты показываешь, как ты показываешь, да еще и в условиях ограничений, которые у нас есть, мы сегодня не можем транспорт делать даже от зарубежных звезд, которые готовы к нам по-прежнему приехать. А кто-то опасливо говорит, ой, мы так любим музей, ну, давайте подождем. А все непросто. Но у нас есть программа, мы делаем это. Мне кажется, у нас неплохо получается, если смотреть на нашего зрителя. как вы определяете, где сегодня вот это искусство, а где просто очередной для лайка портрет и может ли быть развитие у такого современного искусства? Ваш вопрос надо разделить на две части. Такой портрет. Вот Сара Бернарф, все знают, что была великая актриса. А почему знают, что была великая актриса? Она в кино-то не снималась, она в театре. Вы понимаете, что театральные актеры они не оставляют ну, есть записи сегодня, это уже развитие технологий театральных постановок, но мы все равно никогда ни по какой телеверсии, киноверсии, спектакля никогда не переживем то, что переживают зрители в театре. Это совершенно по-другому работает. Это очень трудно передать. Сара Бернарф мы все знаем, она миф. Сара Бернарф была первой, кто догадалась, что для того, чтобы получить популярность и быть звездой, надо делать фотографии. И она снималась. Она лучшие роли сыграла в фотографии. Во-первых, она позировала перед фотографами в ролях и в костюмах, которые она играла на театральных подмостках. Во-вторых, она сама разыгрывала новые роли, которых не было в ее репертуаре. Она же похороны свои сняла. Эти фотооткрытки миллионными тиражами, сотнями тысяч, продавались и во Франции, и во всей Европе, и везде. И она была одна из первых звезд, которые зажглись благодаря тому, что все знали ее портрет. Мы понимаем, что дальше начинается развитие кинематографа, и первая звезда, это звезды Голливуда. Ну, во-первых, потому что кино массовый вид искусства, а во-вторых, потому что были фотооткрытки. Вспомните, до сих пор покупают фотооткрытки великих звезд. Понимаете, и это очень помогает их узнаваемость. И люди, когда смотрят кино, они смотрят прежде всего на актера, потому что актер это вот портрет. И они снимаются, и есть достаточно типологизация большая в том, каким образом делались эти открытки. в том, что в социальных сетях люди снимают себя для лайка, да, потому что, как говорил Орхол, у каждого будущего будет 15 минут славы. С 15 минутами он прогадал. Он совершенно не понимал скорость развития нашей жизни. Вот вчера читал мировые исследования поколения, это можно было средоточить в 20-м году на 76 секунд, а сейчас на 43. И вот эту миллисекунду славы, которую человек получает в социальных сетях, надо к этому относиться с уважением. Даже животные хотят внимания. Ну, это у меня долгое время, ну, два десятилетия, было две собаки. Одна собака друг человека, а две собаки, это модель социальной жизни. собаки никогда не били за еду. Ну, если какая-то шла к тебе приластиться, и ты ее погладил, другая у меня была одна побольше голодная, другая поменьше сеттер, маленькая начинала скоростью отталкивать большую, большая давила массой, они били за что? За ласку, за внимание. Это свойственно любому живому существу, любому. Это нужно человеку. Можно ли порицать то, что все сегодня хотят самопрезентацию в социальных сетях? Не знаю, у меня нет на этот вопрос ответа. Нет, потому что это заложено в живом существе, а технологии дали нам социальные сети. Чем это закончится? Мы не знаем, потому что с одной стороны это скорость распространения информации, с другой стороны это безумно опасно, потому что люди живут каждый в своем пузыре. И алгоритмы социальных сетей, которые помогают нам, они дают нам то, что им кажется нам интересно. Умный человек всегда спрашивает несколько мнений и сравнивает. Сегодня каждый живет в своих социальных сетях, и это мир горящих новостей, это реальный мир горящих новостей, вон у меня работа стоит, про замечательные Тимофея Парщиков, «Горящие новости». Он сделан, я думаю, больше 10 лет назад, вошел в себя крупнейшее музей мира. Каждая новость сжигает предыдущую. Вот в этом безумно меняющемся невероятной скоростью информационном потоке мы живем и мы не думаем о релевантности новостей, новостей, образов, а сегодня еще искусственный интеллект, сегодня еще фейк-ньюс, сегодня можно создать что угодно, создать двойник, кого угодно, можно создать это и визуально, и голосовым образом, и сымитировать речь, но мы вообще перестанем отличать, где реальность, где нереальность. И люди живут в этих пузырях. Вот что будет с нашей цивилизацией. Или сцельные сети дадут нам невероятную силу, и возможно возникнет коллективная нервная система, знаете, как вот у муравьев, у пчел. Пчелка или муравей это хрупкие существа, а муравейник как социальная организация или пчелы вот это вот одни из самых долгоживучих существ на нашей планете. или мы идем к тому, чтобы это дало нам огромную силу, или это погубит способность к мышлению. Вы говорите, а как отличить хорошее от плохого? Да мне эти вопросы задавали. Как вы отличаете? Почему это попадет в музей, а не вот это? Мы задавали 28 лет назад, как давали мне к наш музей. Все вопросы, которые задают сегодня, и не только по отношению к фотографии, а к современному искусству, потому что мы мультимедиа, арт-музей. Мы показываем современное искусство, его историю и актуальное состояние. Мы показываем фотографию, ее историю, ее актуальное состояние. Мы показываем искусство, использующее новые технологии. Это как раз пеналии искусства будущего, которое мы начали в декабре 2021 года и надеемся продолжать. И просто экспроприирующие, использующие новые технологии. Это искусственный интеллект, это VR-реальность, это дополненная реальность, это 3D-принтеры и так далее. Огромное количество. Искусство всегда проприировало новые технологии. Это нормальные процессы. Как ты отличаешь искусство от неискусства? Это большой вопрос, если мы начнем с вами говорить, и не вот умеем. Никогда не закончим. Во-первых, есть экспертное мнение. Это важно, это опыт. И это знание и истории искусства, и его современного состояния, и понимания, как выделить что-то, что не вписывается в знакомые тренды. Не надо забывать, что Мангог скончался, у него выставок персональных не было в музеях. И многие художники, они с большим трудом иногда потом уже после смерти оказывались там, где, как говорил Илья Кваков, будущее возьмет не всех. Будущее это история искусства. И будет ли желать будущая история искусства? Я же директор музея, вы понимаете, основу нашей коллекции это фотография. Фотографию нельзя постоянно выставлять. Она требует того, чтобы быть, только ее экспонировать в специальных условиях освещенности, климат-контроля, чтобы она спала. И спала долго. Иначе эти изображения не сохранятся. Надо понимать, что главная деятельность музеев это сохранение произведения искусства. И мы храним коллекцию, которая входит в музейное собрание Российской Федерации. Так, каждая единица хранения, а у нас их больше двухсот тысяч. И мы должны развивать эту коллекцию, мы должны ее хранить, и мы ее поляризируем, потому что одни и те же работы, выставленные в разных контекстах, они совершенно по-другому говорят. Посмотрите, у нас чудесная выставка сейчас спортфотографии, гениальная, она основана на нашей коллекции. У нас потрясающая выставка модницы 19-го, начала 20-го века. Это все наша коллекция, и мы это должны хранить и развивать. И у людей, которые работают в музее, они не работают в музее ради зарплаты. Безусловно, зарплата это важно, люди должны жить. Но они живут в музее, они живут смыслами, особенно это люди, работающие в музейных хранениях, не только в наших, во всех музеях. Это когда ты погружен в материалы, люди десятилетиями атрибутируют, переатрибутируют, а это вообще есть основа научной деятельности и поиски. Иногда они настолько азартные, это вот просто миссия 007 агента. Понимаете, кажется, что она невыполнима, бак, за какую-то черточку ты тянешь, ты начинаешь понимать, кто, где, когда, о чем, почему. Это происходит десятилетиями, и люди знают фонды, они должны их руками ощущать, они их должны в глазах все время держать, а не только до иметь на экране компьютера, это очень важно, и мы думаем, что будущее есть. И если мы не будем верить в то, что состояние сети, развитие технологий, искусственный интеллект не будут послушными помощниками в наших руках, то мы этого делать не можем, потому что мы можем жить только, если у нас есть горизонт виднее, и мы надеемся, что мир сохранится. Но если мы сегодня не будем ловить вот этот актуальный процесс того, как развивается искусство, нам нечего будет класть в коллекцию музея, потому что, ну, вы понимаете, как меняют цены на произведение искусства. Вот я показываю сейчас работу Хорст-Хорст из коллекции фонда Стиллэрт. 20 лет назад, может быть, даже больше, мы показывали коллекцию Хорста. Я знал Хорста. Когда он скончался, он передал свой архив другу, друг знал галериста немецкого, который был очень неравнодушен к российскому еще в то время и советскому искусству, да, вот, знал Россию, и он обратился к мне с просьбой, давай мы сделаем выскуя, хорошо, но надо выбрать отпечатки, потому что фотография это не только снимок, это как напечатано, качество печати, проработки, понимаете, у снимка есть глубина и пространство, если это здорово напечатано, это может быть очень плохо напечатано цифровая печать. Он говорит, ну слушай, ну так к тебе некогда подъехать в этот момент, мы привезем тебе много отпечатков, и у меня вот здесь, в старом здании музея было более 700 отпечатков в хорст, и я выбирала вот этот знаменитый корсет, знаменитый, бесценный сегодня, десятки и сотни тысяч стоит этот корсет, он тогда стоил всего несколько тысяч, и галерист говорит, а вдруг кто-то захочет купить, ты нам скажи, музей не продает работы, музей выставляет, мы покупаем в коллекцию, мы принимаем в дар, продают галереи, продают дилеры, это нормально, без рынка художественного не может существовать искусство, так же, как вообще экономика не может существовать без рынка, я помню одного человека, наш очень хороший актер, который сегодня вот так, какой же я был дурак, у него были деньги в тот момент купить этот корсет, и он собирался, но не собрался, а сегодня этот корсет, он не в десятке, он в сотни раз дороже, а времени прошло 20 лет, и, конечно же, государственные музеи, выбирая, что войдет в фонды, но при том, что я благодарна, что нашему музею, всем стальным лимзинам всегда не хватает всем зарубежным музеям, ровно так же, как нам, это нормально, мы все-таки можем работать, и что культура поддерживается в самые трудные времена, это очень важно, потому что в трудные времена искусство и культура нужны гораздо больше, чем когда все хорошо, в этот момент все на пикник, культура, искусство, момент тяжелый, дает возможность и переживания, и размышления, и опоры, она дает, главное, она дает катарсис, это витальная энергия, которая помогает жить дальше, чтобы ее взять, нужно уметь, надо иметь золотой ключик, надо знать язык, и мы можем сказать, что вот сейчас, когда мы открылись после реконструкции, ну, после ремонта, у нас два с половиной раза возросла востребованность наших экскурсий, которые ведут наши замечательные медиаторы, которые ведут наши социальные сети, которые мы вели все время во время ремонта, были закрыты полтора года, и только за год у нас было больше миллиона охватов, это была работа с нашей коллекцией, с нашей историей выставок, то есть люди все время оставались на связи, понимаете, и любой медиатор, он тебе дает вот умение читать работу, произведение искусства это символический предмет, не больше, и это нам открыл великий Марсель Дюшан в 1917 году, когда произошло две революции, октябрьская, которая во многом изменила в том числе трагичную историю нашей страны, и хлюжественную, потому что Марсель Дюшин поставил свой писсуар в Нью-Йоркский музей, и, как известно, назвал это произведение «Фонтана», оно и до сих пор стоит в крупнейших музеях мира, серийное произведение, доказав, что мы начинаем читать что-то, как художественный текст, когда он стоит в контексте. И ты возвращаешься домой, тебя забор разрисовали, граффитисты. Ты измешься, оттираешь или перекрашиваешь. А тебе говорят, вы знаете, это Бэнкси у вас нарисовал. Это мы совершенно по-другому к этому рисунку относимся. Понимаете, из-за Бэнкси люди выламывают части городских зданий. Я говорю, вы знаете, это Баскья. А мы знаем, сколько сегодня Баскья стоит. Это десятки миллионов условных единиц. А всего лишь в 80-е годы, в начале 80-х за Бэнкси охотится нью-йоркская полиция, потому что он портит вагоны метро и стены зданий и заборы Нью-Йорка. Понимаете, все меняется. все сложно. Важно иметь такую вещь, как фигура интуиции. Это стихи Алексея Парщиков. Целый цикл надену фигуру интуиции. Фигура интуиции это то, что дается, как цвет глаз, это то, что воспитывается. Огромным опытом, профессиональными знаниями, знаниями истории, знаниями современного контекста и умением видеть будущее. это будущее мы всегда должны видеть. Вот если мы теряем видение горизонта, мы вообще в этой жизни потеряем. И все, что делает музей, должно быть для того, чтобы у людей и у каждого из нас, кто здесь работает, этот горизонт всегда был, чтобы мы могли смотреть за горизонт, чтобы у нас ничем это видение не было замусорено, но и тогда мы можем жить дальше. Почему было важно провести реконструкцию музея раз и насколько увеличился ресурс самого пространства на данный момент? Во-первых, это был капитальный ремонт и не реконструкция. Вот понимаете, я сменила профессию, как Иван Васильевич меняет профессию. В музее пришел важные системы, инженерные, прежде всего, пришли мне годность, прежде всего, это крыша. Мы должны были переделать крышу, потому что она текла и то, что наши зрители этого не замечали, это как бы дикие, неимоверные усилия команды музея, потому что под навесными потолками у нас много лет стояли тазики, ведрышки, куда как бы водичка делала кап-кап-кап-кап. у нас полы встали, вот так раскрылись с трещинами, потому что какие-то умные люди с помощью компании, у которой был чудесный финский лак, это правда, умудрились положить по полимеру, они умудрились положить эпоксидку. Это две, два разных поверхностных натяжения. Простите, я матшколу заканчивала и на биофаке, учаясь, полы-репетитерам, по химии и биологии. Знания детские, да, они помогают. Вот, есть художественное произведение, знаменитого классика русского и советского искусства, учись, сынок. И надо было разбираться. У нас протекал и промокал весь посад здания, наши туалеты пришли. Негодность, и это огромная затрата нервов, головы и контроля. Вот этим мы и занимались полтора года. Возникла нормальная работа инженерных систем, полы, пардон, надо было полимерные полы положить, это важнейшая часть выставочного дизайна. Никто этого не видит, потому что счастье в деталях и дизайн его свойства в том, чтобы он не бросался в глаза. И еще мы присоединили замечательную библиотеку Чехова, где мама тоже предстоит ремонт. И я отнюдь не уверена, что я его буду делать, как хотел бы город, потому что вообще-то не моя уставная деятельность. Но если сделают другие, наверное, будет плохо. Библиотека дико важна, потому что книжечки, книжечки, они все решают. И не все можно смотреть в интернете. Если мы говорим о литературе по искусству, то вот она как раз меньше всего живет в интернете. И это вопрос сложнейший, мировой, это авторские права и так далее. В книге ты видишь проект человек, то есть ты видишь мышление, видишь текст в контексте, как оно развивается. А в интернете ты видишь случайное. Вот имидж от этого проекта, от этого проекта, от этого. И у тебя в голове все смешалось, и это неправильно. Книги это дико важно. Книги по искусству у нас огромный фонд. В этой библиотеке Чехова прекрасная команда. И она, несмотря на то, что полздания уже много лет закрыто на ремонт, работает, выдает книги и умеет работать с хорошими книгами, с литературой. Вот мы сейчас с одной стороны надо подготовить ремонт, а с другой стороны мы параллельно готовим огромные образовательные курсы, чтобы те десятки тысяч томов, которые у нас сейчас лежат заперты в хранении, нашей уникальной библиотеки по искусству, по истории современного искусства, по фотографии, можно было с ними работать. Но люди не пойдут к ним, они просто не знают, что брать. Нам надо сделать такие образовательные курсы, чтобы они слышали Дюссельдорская школа фотографии, шли и брали. Русский пикториализм, слышали и брали всю литературу. Понимаете, это огромная работа, ты решаешь творческую задачу. Но людей надо привести к книгам. И это вот то, что нам предстоит делать. То, что у нас появилось в новых, у нас появился замечательный книжный дизайнерский магазин, мы им гордимся, он красавец, у нас при нем есть поп-ап-плейс, место, где мы делаем выставки, где мы показываем работу младых художников, где мы показываем нашу тиражную продукцию и то, чем мы гордимся. Например, у нас есть уникальная портфолио Родчинга, которой мы издали всего 20 экземпляров. Печатать негативов Родчинга сегодня практически невозможно. Целлюлозный слой негативов начинает геометрической прогрессии исчезать через 50 лет, а через 70 лет это не геометрическая прогрессия, а это прогрессия чисел Фибоначчи. И там просто дырки. Чтобы напечатать, это невероятный труд каких-то последних оставшихся магикан, которые это могут делать. У нас гениальные печатницы, это гениальная ретушка, которая не видна, это особый формат. Мы этим гордимся. Мы сделали геологравюры Эрика Булатова, классика российского и мирового искусства, к 90-летию которого мы открыли выставку. Это полтора года работ. Каждый отпечаток это то же самое, как создать художественное произведение «Три четверти брака», который не может быть иначе, потому что каждый отпечаток это 12 лучших рисунков Эрика Булатова. Вот это у нас красота вся стоит, стоит замечательная керамика Ульяна Корытова и в магазине все время народ, мы ужасно радуемся, у нас там будет программа образовательная, просветительская, по книжкам, по произведениям молодых художников, это важнейшая часть музейной деятельности, мы этот магазин планировали много-много лет, но никакого расширения площадей, конечно, их не было, это всего полтора года, вот за это время мы справились с тем, что было нужно, а вот, например, работа по вентиляции еще продолжается. Сегодня то, что вы делаете, это великое дело, в первую очередь, дело духоподъемное, которое помогает сегодняшнему посетителю, зрителю, будущему посетителю музея, раскрыть свою душу, улучшить себя, посмотреть вверх, вглубь, а уж точно не вниз. За это вам огромное спасибо и до 120, и еще побольше музеев. Надеюсь, и вам сегодня, и съемочной группе, которую я очень благодарю, что-то как-то вас подпитало и как-то нам помогает пережить время. Тучи растут, знаете, во все времена растут, это работа из Третьяковской галереи, она у нас там большая экспонируется. А мы будем жить дальше и надеяться, что прежде всего дети, прежде всего молодежь, которая к нам придет, вот этой витальной энергии, от Батарейки немножко по цене нет. И думаю, что это произойдет во многом благодаря нашей беседе. И спасибо большое за ваше время и внимание. Всем, кто имел терпение и отдал время и прослушал эту беседу, я говорю спасибо, потому что время это самое драгоценное в нашей жизни. И если вы его потратили, то низкий вам поклон. Ну и, конечно, один раз увидеть, лучше, чем семь раз услышать. Поэтому жду всех на 100, же, на 16 мультимедия, арт-музея МАМ. Мы открыты в Сиднии, кроме понедельника, с 12 до 21 часа. Следите за нашим сайтом мам. МАМ. Точка арт. Приходите к нам. Увидеть лучше, чем услышать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова